Глава 14. Кутузов через своего лазутчика получил 1 ноября известие, ставившее командуемую им армию почти в безвыходное положение. Лазутчик доносил, что французы в огромных силах, перейдя Венский мост, направились на путь сообщения Кутузова с войсками, шедшими из России. Если бы Кутузов решился оставаться в Кремсе, то полутора-стотысячная армия Наполеона отрезала бы его от всех сообщений, окружила бы его сорокатысячную изнуренную армию, и он находился бы в положении мака по дульмам. Ежели бы Кутузов решился оставить дорогу, ведшую на сообщения с войсками из России, то он должен был ступить без дороги в неизвестные края богемских гор, защищаясь от превосходного силами неприятеля и оставить всякую надежду на сообщения с Боксгевденом. Ежели бы Кутузов решился отступать по дороге из Кремса в Ольмурц на соединение с войсками из России, то он рисковал быть предупрежденным на этой дороге французами, перешедшими мост в Вене, и таким образом быть принужденным принять сражение на походе со всеми тяжестями и обозами, и имея дело с неприятелем, втрое превосходившим его и окружавшим его с двух сторон. Кутузов избрал этот последний выход. Французы, как доносил лазутчик, перейдя мост в Вене усиленным маршем, шли на Цнайм, лежавший по пути отступления Кутузова, впереди его более чем на сто верст. Достигнуть Цнайма прежде французов значило получить большую надежду на спасение армии. Дать французам предупредить себя в Цнайме значило, наверное, подвергнуть всю армию позору, подобному Ульмскому или общей гибели. Но предупредить французов со всею армией было невозможно. Дорога французов от Вены до Цнайма была короче и лучше, чем дорога русских от Кремса до Цнайма. В ночь получения известия Кутузов послал четырехтысячный авангард Багратиона направо горами с Кремско-Цнаймской дороги на Венско-Цнаймскую. Багратион должен был пройти без отдыха этот переход, остановиться лицом к Вене и задом к Цнайму. И ежели бы ему удалось предупредить французов, то он должен был задерживать их сколько мог. Сам же Кутузов со всеми тяжестями тронулся к Цнайму. Пройдя с голодными разутыми солдатами без дороги по горам в бурную ночь сорок пять верст, растеряв третью часть отсталыми, Багратион вышел в Голобрун на Венско-Цнаймскую дорогу несколькими часами прежде французов, подходивших к Голобруну из Вены. Кутузову надо было идти еще целые сутки своими обозами, чтобы достигнуть Цнайма. И потому, чтобы спасти армию, Багратион должен был с четырьмя тысячами голодных, измученных солдат удерживать в продолжении суток всю неприятельскую армию, встретившуюся с ним в Голобруне, что было очевидно невозможно. Но странная судьба сделала невозможное возможным. Успех того обмана, который без боя отдал Венский мост в руки французов, побудил Мюрата попытаться обмануть также и Кутузова. Мюрат, встретив слабый отряд Багратиона над Цнаймской дороги, подумал, что это была вся армия Кутузова. Чтобы, несомненно, раздавить эту армию, он поджидал отставшие по дороге из Вены войска и с этой целью предложил перемирие на три дня с условием, чтобы и те, и другие войска не изменяли своих положений и не трогались с места. Мюрат уверял, что уже идут переговоры о мире, и что потому, избегая бесполезного пролития крови, он предлагает перемирие. Австрийский генерал-граф Ностиц, стоявший на аванпостах, поверил словам парламентера Мюрата и отступил, открыв отряд Багратиона. Другой парламентер поехал в русскую цепь, объявить то же известие о мирных переговорах и предложить перемирие русским войскам на три дня. Багратион отвечал, что не может принимать или не принимать перемирие, и с донесением о сделанном ему предложении послал к Кутузову своего адъютанта. Перемирие для Кутузова было единственным средством выиграть время, дать отдохнуть измученному отряду Багратиона и пропустить обозы и тяжести, движение которых было скрыто от французов, хотя один лишний переход до Цнайма. Предложение перемирия давало единственную и неожиданную возможность спасти армию. Получив это известие, Кутузов немедленно послал состоявшего при нем генерала-адъютанта Винцент Героде в неприятельский лагерь. Винцент Героде должен был не только принять перемирие, но и предложить условия капитуляции. А между тем Кутузов послал своих адъютантов назад торопить, сколь возможно, движение обозов всей армии по Кремско-Цнаемской дороге. Измученный, голодный отряд Багратиона один должен был прикрывать собой это движение обозов и всей армии, неподвижно оставаться перед неприятелем в восемь раз сильнейшим. Ожидания Кутузова сбылись, как относительно того, что предложения капитуляции, ни к чему не обязывавшие, могли дать время пройти некоторые части обозов, так и относительно того, что ошибка Мюрата должна была открыться очень скоро. Как только Бонапарте, находившийся в Шенбруне в двадцати пяти верстах от Голобруна, получил донесение Мюрата и проект перемирия и капитуляции, он увидел обман и написал следующее письмо к Мюрату. Принцу Мюрату Шенбрюн, двадцать пятого брюмера, 1805 года, восемь часов утра «Я не могу найти слов, чтобы выразить вам мое неудовольствие. Вы командуете только моим авангардом и не имеете права делать перемирие без моего приказания. Вы заставляете меня потерять плоды целой компании. Немедленно разорвите перемирие и идите против неприятеля. Вы объявите ему, что генерал, подписавший эту капитуляцию, не имел на это права, и никто не имеет, включая лишь российского императора. Впрочем, если российский император согласится на упомянутые условия, я тоже соглашусь. Но это не что иное, как хитрость. Идите, уничтожьте русскую армию. Вы можете взять ее обозы и ее артиллерию. Генерал-адъютант российского императора – обманщик. Офицеры ничего не значат, когда они имеют власти полномочия. Он также не имеет его. Австрийцы дали себя обмануть при переходе Венского моста. А вы даете себя обмануть адъютантом императора. Наполеон. Адъютант Бонапарте во всю прыть лошади скакал с этим грозным письмом к Мюрату. Сам Бонапарте, не доверяя своим генералам, со всею гвардией двигался к полю сражения, боясь упустить готовую жертву. А четырехтысячный отряд Багратиона весело раскладывал костры, сушился, обогревался, варил в первый раз после трех дней кашу. И никто из людей отряда не знал и не думал о том, что предстояло ему. Время построено. Время построено. Мы вам��